Друзья, всем привет! Меня зовут Гриша. Вы находитесь на моем YouTube-канале о инвестициях и заработке в интернете. Сегодня будем говорить о очередном прайм-листе на бирже Хобби Глобал. Здесь им все за и против. Поговорим о мультиаккаунтах. Также в конце я вам расскажу инструкцию, как принимать участие. Кстати, ссылка на саму биржу находится в описании. Также мой Telegram тоже, Telegram-канал находится в описании. Подписывайся, там рассказываю о коин-листах, прайм-листах, лаунчпадах и других возможностях. А мы переходим к самому прайм-листу, посмотрим информацию, которую нам предоставили и так дальше. Давайте сразу же посмотрим на таймер. То есть остался час, один день, 22 часа. Дальше. А проекта? Это play-to-earn мета-стратегическое поле военных действий. То есть это играй и зарабатывать. Уже был лаунчпад у нас на бирже Bybit и теперь у нас есть прайм-лист с другой монетой, но тоже играй и зарабатывай. Геймеры и стакеры могут строить, собирать, добывать, соревноваться и дорабатывать с помощью нашего дефляционного протокола. Наша двойная, тройная, наша двойная, тройная механика. Кстати, я гуглил вот это. Кто знает, что это такое, то, пожалуйста, напишите в комментариях. Возможно, это идет речь о самой механике игры, потому что там бывает игра, что ты можешь ходить своим персонажем и карта, например, большая. Есть такой, где персонаж просто стоит и якобы что-то делает. Поэтому, чем интереснее будет механика игры, тем больше шанс, что она выстрелит и будет пользоваться какой-то популярностью и тем самым монета будет стоить больше. Поэтому, кто в курсе, пожалуйста, напишите, потому что я что-то информации не нашел. Хорошо, дальше это ставка локации, то есть где и как можно было получить данные монеты. И история команды, основная команда выходца из известных компаний, таких как Ubisoft. Ubisoft это популярная компания, потому что много игр у них есть. Кстати, сразу же Twitter их нашел. У них в самом Ubisoft 9 миллионов подписчиков. А в самой вот этой игре Kingdom всего лишь 60 тысяч подписчиков. Ну, возможно, проект молодой, еще много о нем людей не знают. Поэтому само то, что разработчики с такой компанией, это не может не внушать какого-то доверия. Ну, короче, хорошо. Это является плюсом. Также смотрите, кто выиграет, например, сейчас локацию в данном прайм-листе. Смотрите, что у нас будет происходить. Это таймлайн. Вот сейчас в феврале запустят официальный сайт и создат сообщество. Уже через целых 5 месяцев проведет предпродажу земель. То есть уже начнется какое-то действие. Ага, я неправильно смотрю. Это вот седьмой, вот это четвертый месяц. Запустят игровой стейкинг, потом запустят продажу земель. И потом выпустят систему Аватар и анонсируют игру Ленд и проект Сайдчейнг. Ну, короче, со временем будут открываться новые возможности и какие-то плюшки дополнительные. И будут идти движения. И таким образом, если игра будет набирать популярность, то монета будет тоже стоить дороже. Ну, короче, вот в общем это игра. И если игра выстреливает, сами понимаете, иксы будут. А сейчас давайте еще поговорим о том, стоит ли сразу продавать, не стоит. Это уже зависит от ваших целей. Если вы пришли на прайм-лист попытать удачу и что-то сразу же заработать. То есть просто берете и сразу все сливаете. Я вот, кстати, участвовал в последних 7 или 8 прайм-листах. У нас там был вот этот прайм-фест, он дальше есть. Был на прайм-листы, но он уже прошел. То есть участвовал, выиграл всего лишь раз. И какие иксы у меня были с 50 долларов, заработал чистыми где-то 100. По сравнению с другими прайм-листами, первыми, то иксы вообще небольшие. Потому что там с 50 долларов можно было сделать и 1000, и 1500, и 2000 долларов. Сейчас, как видите, иксы небольшие. То есть можете, думаю, сразу зафиксировать. Но это тоже зависит от вашей, так скажем, стратегии. Потому что если вам роли не сыграют эти 100-200 долларов в вашем криптовалютном кошельке, то можете подождать и понадеяться на какие-то дальнейшие иксы вот этой монеты. Но, в общем, как говорил, решать и принимать решение только вам. Можно это делать частично. Ну, как угодно. Вот так, короче. Смотрите, теперь дальше. У нас идет средний объем торгов. Сделали 200 долларов. Был 500 долларов. То есть можем делать каждый день по 200 долларов. Видите, вот я сегодня сделал 700 долларов. Еще надо сделать где-то 300 долларов оборот. И все, можно. И уже можно оборот не делать. То есть мы либо делаем по 200 долларов оборот ежедневно, либо за день делаем 1000, либо за два дня делаем по 500. Ну, в общем, за 5 дней торговый оборот, спотовый, должен быть 1000 долларов. Оборот небольшой. То есть если уже говорить о мультиаккаунтах, то смотрите. На 2000 долларов, когда был вот прайм-лист, шло где-то 4-5 долларов наоборот. Таким образом, на данный торговый оборот в 1000 долларов будет идти где-то до 3 долларов. 2,5. От 2, короче, возьмем до 3 долларов. Это уже повыгоднее будет. Мест выигрышных, если не ошибаюсь, здесь будет 2700 или 2800. Тоже поправьте меня, пожалуйста, если я не прав. То есть мест, не скажу, что очень много, но бывало и меньше. Бывало и по 450 мест, бывало и по 1000. Тут 2700, 2800. Ну, шансы какие-никакие есть. Еще такое, о чем можно сказать, что поскольку последние прайм-листы не давали больших иксов, то, возможно, многие уже сбились, так скажем, с прайм-листов, потому что для мультиаккаунтов надо обслуживание. Это и прокси-сервера, и чтобы их сделать, нужны какие-то средства. Также вот на данную комиссию идут деньги. Поэтому, если смотреть на последние прайм-листы, они не дали много заработать, даже если ты выиграл аллокацию. И сейчас конкуренции может быть поменьше. Поэтому тут, знаете, монета с двух, ситуация такая с двух сторон. То есть, с одной стороны, сейчас конкуренция может быть меньше. С другой стороны, если ты выиграешь, то можешь много не заработать. И стоит оно этого или не стоит, это уже, как и говорил ранее, о том, фиксировать, если выиграл или не фиксировать, это уже дело каждого. Поэтому что-то единое я вам посоветовать не смогу. Но от себя скажу, что я вот с мультиаккаунтом сейчас принимать участие здесь не буду. У меня два аккаунта есть на мобильных устройствах, два телефона есть. Сделаю оборот по 1000 долларов и посмотрю, повезет или не повезет. То есть, у меня будет всего лишь здесь два аккаунта. Плюс сейчас проходит вот этот Prime Fest, о котором я говорил в начале. Но он работает только с телефона. И там дают каждый день вот эти 10 билетов, которые мы можем использовать на MagicMiner. И таким образом отбивать комиссию. Потому что там делаешь оборот 500 долларов, не, даже 100 долларов делаешь оборот. Ты можешь воспользоваться MagicMiner, уже отбить там несколько центов. Плюс ты сразу можешь воспользоваться вот этими билетами, которые дают ежедневно. И компенсировать там еще где-то доллар или два, но это уже как повезет. В общем, если у вас там один-два аккаунта, конечно, принять участие стоит, потому что, по сути, потерь сейчас никаких нет. И биржа, так скажем, возмещает все твои траты на комиссии. Но если у тебя мультиаккаунты, тут уже стоит подумать, взвесить все за и против и уже принять для себя решение. Хорошо, давайте теперь поговорим, как вообще делать торговый оборот. Вот, быстренько вам покажу. Смотрите, мы находим вот такую вкладку, если с телефона, то там еще проще найти. Но если вы с ПК, то заходите на Хобби Глобал. И тут вот есть, так видите, вот разные рекламки. Вот на эту рекламку переходите, вот будет наш праймлист. Так, тут уже какой-то вот это самое. Хорошо, мы нажимаем на потом на спотовая торговля, торги. Выбираем пару какую-то, какая вам нравится. Можете выбрать пару Хобби Токенов, он не такой волатилен, как и другие криптовалюты. Нажимаете принять. Тут нажимаем маркет, тут нажимаем купить. То есть купить, потом продать. Купить, продать, купить, продать. Таким образом, пока не будет тысячи долларов объема в общем. Если вы торгуете там по 50 баков, то есть 50, продали 100, купили на 50, это уже 150, продали, это уже 200. Таким образом, пока не будет тысячи. Также, чтобы принять участие в праймлисте, в рандомной аллокации, надо, чтобы у вас на балансе было от 50 долларов. Ну, может быть 51, либо 50, ну лучше 51, как по мне, чтобы наверняка. Да, вот так. И если у вас от 300, кажется, да, от 300 Хобби Токенов на балансе лежит, то вы можете принимать участие в гарантированной аллокации. Там дают вот этих новых токенов, дадут вам поменьше, конечно, намного меньше. Где-то аллокацию могут дать и на 1 доллар, на 2, на 5. Но вы гарантированно получите какие-то монеты. В общем, вот так, друзья. Новый праймлист, посмотрим, что и как, удастся ли что-то заработать или нет. Трансляции я проводить на этот раз не буду, потому что мультиаккаунтов нет. Но вы подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что трансляции, думаю, будет на конь листе. Скоро у нас будет токен сайл ним. И там я проведу трансляцию, возможно, даже не один, а с партнерами, с друзьями. Посмотрим, кто выиграл, кто не выиграл. И таким образом, вот, будем делать какой-то контент. Если видео было для вас интересным, полезным, можешь, как всегда, прожить лайк, подписаться на мой YouTube-канал, на другие соцсети. Все ссылочки ты можешь найти в описании. Если досмотрел до конца этого видео, напиши что-то в комментариях, какие-то приятные слова, либо что новое для себя ты услышал в этом видеоролике. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok